На свет является идея! 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан представил инвестиционно-вечерный фонд. Торжественное награждение победителей конкурса прошло в ГТРК «Корстон Казань». Поздравил их президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Конкурс 50 инновационных идей и идеи 1000 позволяет нам параллельно с учебой развивать собственные проекты, пробовать себя в инновационном предпринимательстве, выстраивать продуктивные взаимоотношения с вузами и бизнесом. Очень важно, чтобы их проекты трансформировались из идей в годовые технологии. Также участие приняли премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. И ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. К слову, проекты Казанского университета ежегодно отмечаются в конкурсе. Этот год не стал исключением. Мы опять собрались, несмотря на коронавирус. Мы здесь собрались для того, чтобы опять оценить прошедший год с точки зрения созданных новых проектов, новых решений, новых технологий. И Казанский федеральный университет здесь, как всегда, является одним из лидеров, потому что в этом году мы представили на конкурс более 100 различных проектов. Так, проекты Казанского университета признали лучшими сразу в трех номинациях. Были отмечены сотрудник Института геологии нефтегазовых технологий Фердавс Алиев в номинации Татнефтехим Инвест Холдинг, сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии Ирина Старстина, Вера Лежнева, Зарема Гелазеева, Довран Сабиров, Кристина Китаева и Лисанта Зиддинова в номинации «Связи Инвест Нефтехим» и доцент Института информационных технологий и интеллектуальных систем Влада Кугуракова в номинации ПАО «Акбарсбанк». Мы придумали создать трехмерные онлайн-выставки и расширить их на виртуальную реальность. Мы уже сделали реализацию, у нас есть MVP, то есть она уже готова к внедрению. В принципе, я считаю, что во время пандемии это очень важная вещь, когда можно удаленно с присутствием своего виртуального тара участвовать на разнообразных мероприятиях, которые проходят виртуально. Заключается в разработке принципиально нового метода подхода для освоения высоковязких нефтей из-за карбонатных отложений. Частично решаются проблемы попутного нефтяного газа, который очень плохо влияет на экологию, так скажем. Также в рамках финала конкурса состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Инвестиционно-Венчурного фонда Республики Татарстан. К слову, на нем обсудили и проведение конкурса в следующем году. Мы готовы проводить его 7-8 апреля. Конкурсы по программе 50 инновационных идей и по программе идей 1000 уже заложены. Бюджет принят на следующий год в полном масштабе, то есть никаких ограничений не ожидается. И программу акселерации мы точно так же будем ее дальше проводить.